Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу собрать самые глупые фейки армянской стороны во время 44-дневной войны в Карабахе. Почему я хочу вспомнить? Все просто. Я хочу привести явную аналогию между древней историей Армении, которой то ли 3 тысячи лет, то ли 5 тысяч лет, то ли 9 тысяч лет с событиями последних нескольких месяцев. Какая связь? Очень простая. Ибо как можно доказать людям то, что было тысячу лет назад, если мы не можем доказать то, что произошло пару недель назад? Я собрала вместе самые яркие, глупые и наивные фейки этой войны. Итак, поехали. Давайте начнем со взятия города Джабраил 4 октября. Посмотрим пост телеграм-канала Баграмян-26. Что он пишет? Ни один из населенных пунктов Наготного Карабаха не находится под контрольным ВС Азербайджана. Есть только несколько позиций, которые оставлены в целях практических маневров. Далее в этот же день мы видим твит президента Азербайджана о взятии города Джабраил. Поехали дальше. Наверное, самая обсуждаемая тема в мировой прессе о Карабахской войне это тема наемных террористов из Сирии. И бог еще знает из каких стран, воюющих на стороне Азербайджана. Армянской стороной периодически подбрасываются фотки сирийцев, одетых в азербайджанскую форму. Вот, например, это. Якобы взякий плен сирийц. Интересно только, почему его также можно встретить на других фотографиях, где он среди армян. Далее мы сделаем подпункты про сирийцев. Итак, новость от 14 октября. Ньюз Армении. В Азербайджане находятся уйгурские радикалы из Китая, которые потом вернутся в Синьцзянь и другие районы Китая и там дестабилизируют ситуацию. Теперь читаем новость от канала Репаблика Форца. Не могу точно сказать о жертвах среди террористов в рядах ВС Азербайджана, но могу сказать, что их не десятки, а сотни. Часть тел уничтоженных террористов вывозятся в Сирию, часть остаются, например, в болотах Аракса, которые могут быть съедены кабанами. Да. Создается ощущение, что в Карабахе азербайджанцы вообще не воевали, а только какие-то террористы и иностранцы. И ведь все это вранью происходит не в 18 веке, оно происходит в 2020 году. Им рассказывают этот бред, а простые армяне в это верят. Теперь читаем пост Василия Полонского, журналиста канала Дождь. Он пишет на своей страничке, что не встречал никаких сирийцев, все военные в белых джипах были азербайджанцами. А еще, кстати, была интересная статья независимой газеты о том, откуда появился впервые этот слух про террористов в Азербайджане. Зачитаю. Одна из первых публикаций от 21 сентября по этому поводу была основана на сообщениях некоего сирийца армянского происхождения Киворка Алмасяна. В тот же день появился твит мюнхенской журналистке Линдси Снелл, которая, ссылаясь на заявление Алмасяна, написала, что поддерживаемая Турцией сирийская национальная армия отправляется в Карабах. В качестве доказательства она прикрепила фото неизвестных военных в самолете, выразив уверенность, что это бойцы дивизии Хамза, которые якобы летят в Баку. Парадоксально, но именно ее твит стал первоисточником для многих публикаций в серьезных изданиях. Хотя при изучении аккаунта Снелл становится понятно, что она не беспристрастна. Теперь немножко об архитектуре. В изображении все прекрасно знают, что якобы армянские церкви на самом деле албанские и были переданы армянам в 1830-х годах, когда Российская империя упростила албанскую церковь, передала все ее имущество армянской грегорианской церкви, и армянские священники, их покровители начали присваивать эти церкви. Я не могу показать вам фотографии 1830-х годов, для этого есть архивы. Я могу вам показать фото 1985 года. На стене исторического мусульманского здания лепились армянские хачкары и буквы. А теперь про фабрику фейков, которую обнаружили на освобожденных территориях. Целое предприятие по производству древних камней. Искусственно состаренные памятники армянской старины демонстрируются в качестве свидетельства древности армянского присутствия в Карабахе. Вторая цель привлечения туристов и получения прибыли. Была одна интересная статья у новой газеты Илья Азара от 7 октября. Называется она «Война у южных ворот». В ней рассказывалось о реально плачевном состоянии армянских войск и большом количестве жертв. Все не так, как передавали армянские СМИ своим согражданам и мировому армянству. Что интересно, после этой статьи Илью Азара лишили аккредитации журналиста и выперли из Карабах. Зато армянам нравилось читать Семена Пегова, который уже стал легендарным, Бегов. У Пегова было слишком много фейков, чтобы рассматривать каждый по отдельности, так что давайте рассмотрим самый запоминающийся. Например, то, как он 4 ноября выставляет видео из выезда Шуши, уверяя зрителя в том, что армяне полностью контролируют город. В то время как для знающего пользователя это не центр города, а его окраина. А значит уже 4 ноября армяне город полностью не контролируют. Зато как красиво звучит название видео. Срочно! Армия оборона Арсаха защищает окрестности Шуши от диверсантов. Окей, а помните ситуацию с Гадрутом? Это вообще фейл. Как долго они пытались скрывать взятие азербайджанской армии Гадрута? Вот один из позорных постов Воргонзо от 9 октября, где они пытаются выдать фотографию трехдневной давности за свежую. Теперь заходим в YouTube на канал Воргонзо и видим дату видео. 6 октября. Мне вот что поражает. После того, как армяне поняли, что их обманывали 44 дня войны, говоря о победах на поле боя, бесстрашных воинах Арсаха, а в реале оказалось, что они все время только отступали и теряли живую силу, до сих пор на канале Воргонзо подписаны 263 тысячи человек. Вы что любите, когда вам врут? Или вам нравится слушать сказки? Наверное, поэтому вы так верите в свою великую историю. Говоря про Пегова, 20 октября он едет в Хабаровск собирать материал о том, как Турция вербует террористов для Карабаха. Обещал много фото и видеоматериала. Мы их пока так и не увидели. Далее. А как вам вот это чудо, которое 8 ноября, когда Шуша уже под контролем силы Азербайджана, выставляет фото и называет его приветами Шуши? Причем смысл даже не в том, что фото старое, как, например, любят делать Пегов и Воргонзо. Здесь все еще проще и еще тупее. Это фото снято вообще в другом городе. Жириновский тоже как всегда отличился, особенно показывая карту древней Армении с Миньичавирским водохранилищем, построенным в 1953 году. Видимо, оно такое же древнее, как и сама Армения. Давайте быстренько вернемся к теме сирийских террористов. Итак, на канале Девичья башня выходит видео с гражданами Азербайджана по национальности Лизгины, Цахуры и Аварцы. Но почему-то телеграм-канал Армения.Инфо выставляет это видео как еще одно доказательство участия арабоязычных наемников-террористов. Хотя это не война, это геноцид. Звучит очень многострадально и напоминает мне кое-какие события столетней давности. А вот еще одна прикольная фотография. Как известный актер Талех Юзбеев стал сирийским террористом в телеграм-канале Репабликов Арцах, насчитывающим на тот момент, как видите, 105 тысяч человек. А вот как страница Арцах Пресс выставила азербайджанского парня, представив пакистанским солдатам. Парень выложил этот армянский пост со словами «Прощайте, ребята, я, оказывается, умер». А вот очередные сирийские джихадисты в Шуша. Для тех, кто не в курсе, данный флаг является траурным флагом для всех шиитов мира по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. И для каждого шиита означает символ борьбы и справедливости. Да и вообще, все, что связано с шиитами у сирийских боевиков считается греховным. Азербайджанцы на 80% шииты, если что. Видимо, для армянских телеграм-каналов любая арабская вязь на полотне это сирийские джихадисты. Помните армянский фейк о сирийцах в форме пограничных войск Азербайджана? Похоже, один из них оказался настолько крутым, что втерся в доверие к самому министру обороны Армении Давиду Танаяну. И вот сейчас рядом с ним сидит. А как вам новость про сбитый азербайджанский беспилотник под номером 151? Исходя из сообщений армянских сказочников, сначала он был сбит армянскими ВС, потом совершил побег и на другой день решил напасть на священника. А теперь одно из очень важных событий, которым вновь внимание привлек Владимир Путин – событие в Сумгаите. Якобы карабахский конфликт начался с нападений на армян в Сумгаите. Хотя азербайджанцы прекрасно помнят этнические чистки и выселение азербайджанцев из города Кафан, который сейчас на территории Армении и Иоанна. И это происходило до событий в Сумгаите. Но после слов Путина создается ощущение вот этой многострадальности, жестокие азербайджанцы начали убивать бедных армян в Сумгаите. И именно поэтому они решили отделиться от Азербайджана в Карабахе. Конечно, Путин прекрасно знает, что было все вовсе не так. А по поводу самих сумгаитских событий, давайте откроем один интересный фильм в YouTube. Он про армянина по имени Эдуард Григорян, одного из активных участников погрома. Под видео в YouTube я скину ссылку на статью про рассекреченные архивы сумгаитских событий и ссылку на этот фильм. Так что каждый, кто кричит про сумгаитскую трагедию, должен ознакомиться с тем, с чего начиналось. Обязательно посмотрите этот фильм. Он основан на архивных документах КГБ СССР и Азербайджана. За 44 дня войны было огромное количество фейков и информации, которые мы просто не могли доказать нашему оппоненту. Мы брали Джабраил, а армяне говорят, что это неправда. Мы берем Гадрут, а они в Гадруте воюют еще целый месяц после взятия этого города. Мы показываем видео с водружением азербайджанского флага в Гадруте, а армяне говорят, что это просто азербайджанские спецназовцы забегают в город, чтобы сделать фото с флагом и убегают. И армянское население верит в этот вред. Так что в азербайджанском сегменте уже начались шутки о том, что легче выиграть армян в бою, чем доказать им это. И вот главный вопрос этого видео, вы можете верить в армянские сказки о событиях, которые произошли тысячу лет назад? Если даже события двухнедельной давности из их уст вызывают сомнения. Хотя какие тут сомнения? Одно сплошное вранье. Еще совсем недавно армянские интернет-пользователи обожали использовать смайлики в виде баранов. Таким образом они думали, что оскорбляют азербайджанцев. Но, видимо, карма существует. И баранами оказались именно те, кого обманывали, рассказывая армянские сказки про боеспособность, армянский дух, воинов Арцаха. А в итоге тысячи погибших, несколько тысяч дезертиров и герои, в кавычках, которые сейчас штурмуют здание армянского правительства. Интересно, где были эти герои, когда они были нужны в Карабахе? Наверное, сочиняли великую армянскую историю. Так что выводы делайте сами. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.